Здравствуйте! В эфире городские новости и с вами с места событий Владимир Горжон. Во вторник высокопоставленный чиновник здравоохранения Нью-Йорка сообщил законодателям штата, что на данный момент не принято решение об отмене обязательного требования в отношении ношения масок для школ, поскольку этот мандат для общественных мест может быть изменен на этой неделе губернатором Кетти Хокол. В свою очередь, комментарии губернатора законодателям на слушаниях по бюджету штата прозвучали в связи с тем, что соседние штаты, в том числе Нью-Джерси, Коннектикут и Пенсильвания, объявили о планах отказаться от правила ношения масок в школах в ближайшие недели. Напомню, что мандат Нью-Йорка на ношение масок истекает завтра. Юридическое обжалование мандата привело к тому, что он был временно отменен Верховным судом штата в округе Нассау, только для того, чтобы процесс был приостановлен, пока официальные лица обжалуют это решение. Губернатор Кетти Хокол провела часовую встречу с представителями образования, чтобы обсудить проблемы с масками, с которыми сталкиваются школы. Губернатор Нью-Йорка еще не готова отказаться от обязательного школьного ношения масок. Она говорит, что хочет, чтобы показатели вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет улучшились. В то же время Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк заявляет, что ожидает продления мандата. В заявлении, сделанном CDC, говорится, что правила должны устанавливаться местными властями, но сами они рекомендуют ношение масок для всех жителей в возрасте от двух лет и старше. Новые веганские пятницы мэра Эрика Адамса в государственных школах только что начались, и, как и ожидалось, они вызвали серьезные споры. Журналы, в том числе Нью-Йорк-Пост, назвали этот шаг продовольственной войной и считают его преступным. Обоснование Адамса в пользу новой растительной пищи в основном связано со здоровьем, и, несмотря на критику растительных диет с недостатком белка, решение Адамса подтверждается последними исследованиями. Например, в отчете Министерства сельского хозяйства США о диетических рекомендациях для американцев признается, что здоровая вегетарианская диета может быть достигнута за счет включения белковых продуктов растительного происхождения. Недавние исследования также показали, что неправильное питание, вызванное отсутствием цельнозерновых растений и фруктов, убивает больше людей во всем мире, чем табак или высокое давление. В свое время администрация Трампа отменила закон, который продвигал здоровую пищу на обедах в государственных школах. Результатом стала жирная пицца и гамбургеры в школах по всей стране. Важно отметить, что веганские пятницы не могут быть оправданием для подачи еды, которую ни один школьник не захочет есть. Критика программы была сосредоточена на особенно плохих веганских обедах. Если это не будет исправлено, то сотни тысяч нью-йоркских школьников, которые полагаются на бесплатные обеды, покинут школу уже в эту пятницу, чувствуя себя голодными. Крайне важно, чтобы администрация Адамса продвигала вкусные школьные обеды для учащихся с участием первоклассных поваров и последними веганскими новинками. И еще о еде. Обеды и ужины на свежем воздухе могут стать постоянными в Нью-Йорке. Во вторник комитет городского совета Нью-Йорка обсуждал новый законопроект, согласно которому обеденные навесы, которые возникли для поддержания работы ресторанов во время пандемии, станут постоянными. В городе, где существует жесткая конкуренция за каждый квадратный сантиметр, таких сооружений сейчас 12 тысяч и не всех устраивает сложившееся положение дел. Десятки людей вышли на демонстрацию протеста, ссылаясь на увеличение количества мусора, крыс и бездомных, спящих под этими навесами, заявив, что Нью-Йорку пора вернуть свои тротуары для их первоначального предназначения. Комитет Сити Холла собирается установить правила для ресторанов, которые хотят использовать тротуары и парковку обочин, для создания постоянных обеденных залов на открытом воздухе. Как вы помните, временная программа обедов на открытом воздухе была создана в июне 2020 года, чтобы помочь ресторанам в разгар пандемии, когда обеды в помещениях были запрещены. В своей презентации бюджета в прошлом месяце губернатор Кетти Хокул объявила о выделении законодательному органу фонда в размере двух миллиардов долларов, чтобы законодатели распределили их по своему выбору. Некоторые законодатели выступают за пополнение программы обеспечения арендной платы, известной как ЕРАП, в то время как другие хотели бы получить больше денег для так называемого фонда исключенных рабочих. Несмотря на то, что денег в обращении сейчас гораздо больше, чем обычно, необходимо расставить приоритеты, прежде чем в следующем месяце будет составлен окончательный бюджет. Согласитесь, существует множество приоритетов, но законодатели сосредоточены на двух крупных проблемах, принесенных пандемией. В пополнении фонда экстренной помощи в аренде жилья и воссоздании фонда исключенных рабочих. Программа ЕРАП предоставила арендаторам почти три миллиарда долларов для выплаты арендной платы. Фонд исключенных рабочих размером около двух миллиардов долларов представил деньги работникам, которые не получили федеральную помощь в связи с пандемией. Сюда входят рабочие без документов, паденщики и другие лица, которые полагаются на наличные деньги. Прямо сегодня вы можете начать праздновать любимый всеми День Святого Валентина. И в этом вам поможет знаменитая марка шоколада Гадива. Две инсталляции в натуральную величину из коробок шоколада Голд Балатин и Голд Марк Харт украсят улицы Нью-Йорка для грандиозного праздника, во время которого обычно делятся любовью и шоколадом. И то и другое можно найти сегодня рядом с небоскребом утюг на Флет Айрон Плаза, что на углу Пятой Эвеню и 23 улицы в Манхэттене. Всех прохожих ждет сладкий сюрприз, так как образцы шоколада будут раздаваться весь день до четырех часов. Так что спешите. Это все на данный момент. С вами с места событий был Владимир Горжонг. Редактор субтитров А.Семкин